и мы его едим глотаем сколько у меня там пол калории зашло но мы думаем что для переваривания вот этого куска сельдерея пойдет больше калорий чем я их туда положил ну и дальше можно пойти и больше вот мы берем кусочек рыбки ну рыбку может быть мы и быстро переварим а если возьмем кусок мяса но его тоже идет на переваривание определенной энергии в общем давайте так постулат что на переваривание какого-то продукта будь то сельдерея рыбы что-то еще идет больше калорий чем эти продукты в себе несут и таким образом поедая сельдерея мы худеем эта теория несостоятельна понятно если допустим меня любого человека посадить на сельдереи и ничего другого ему не давать мы просто сидите на сельдереи через три дня я наверное сойду с ума вырос из клетки добегу до колбасного отдела и съем все уже там продается потому что это уже будет очень жесткая низкокалорийная диета которая тоже сама по себе не полезна вообще снижение веса требует понимания двух постулатов первое то что если вы тратите калорий больше чем вы принимаете вы будете снижать вес и наоборот если вы потребляете калорий больше чем вы так сказать и их тратите вы будете набирать вес первый постулат не абсолютен это раньше так думали плюс калорий минус калорий стоят определенные гормональные системы понимаете как и сколыхнули эти системы вот видите пошли круги по воде вот какие круги пошли от вашего питания то и будет поэтому мы говорим вы должны принимать продукты богатой клетчаткой да вы должны покупать продукты с низким глюкемическим индексом мюсли хлопья прекрасно на завтра чтобы их все хорошо они как правило промышленно это тот самый случай когда пищевая промышленно дает делает благое дело они промышленно насыщены микроэлементами железо хром цирк магний то есть это все содержится в хлопьях потому что любят дети им это нужно витамины минус какой сахар вот те мюсли которые сладкие имеют высокий гликемический индекс а высокий гликемический индекс вот это как раз то что поджигает гормоны которые подстегивают чувство голода которые ускоряют отложение жира и так далее кстати вот волшебная вещь пробовать не буду потому что я вот не любитель острого перца я знаю мне есть друзья которые посредят и вот так грызут вот тоже считается что это снижает вес потому что это ускоряет обмену веществ быстрее расщепляет продукты ты худеешь но я не могу отрицать пользу этого потому что действительно это полезно для желудка имеет определенный противоязвенный эффект это действительно способствует более ускоренному расщеплению пищи но это не панацея это не то что вот вы едите острый перец и заедаете им макароны по-флотски этого не будет то есть это хорошая приправа одна из нормальных приправ это может быть на столе да конечно вы поймите какой-то волшебной еды вот ананас вот считается что ананас содержит что-то что ты ешь ананас и худеешь да действительно ананас содержит определенные ферменты которые быстрее расщепляют белки и жиры и так далее расщепляют быстрее это не значит что снижает и всасывание да у вас легче так сказать становится желудка нет тяжести нет каких-то чувства переедания но похудеть от ананаса трудно можно можно каким образом если есть только ананас опять же мы возвращаемся к плюс калории минус калории и состав пищи которые либо подстегивает наш внутренний обмен либо наоборот так сказать его понижает поэтому все зависит от этого я давно вывел формулу снижение веса чтобы снизить вес надо понимать сколько ты ешь что ты ешь во сколько ты ешь и с кем ты ешь кстати последний тоже очень важно вот когда вы вот эти четыре вещи так сказать приведете к равновесию когда вы поймете свой рацион вот посмотрите на этот стол вам этого недостаточно хорошая рыба овощи в запеченном виде в сыром виде молочные продукты мы конечно стараемся брать с нулевой жирности ну как же ну потому что меньше калорий и так далее раньше было только молочные продукты с обезжиренной и так далее сегодня уже сомневаются то что они настолько эффективны а почему сомневаются а я вот съем это что обезжиренного а не вкусно вы не насыщает жира нет я в итоге ем больше я сюда прибавлю посолю сахарка варенье для вкусом и пошел наворачивать хотите жирное есть жирное хотите обезжиренное есть обезжиренное просто количество разное